В любой игре можно нарыть кучу багов. Игры несовершенны, как несовершенны люди, которые их делают, но порой за эти баги, отсылки и пасхалки мы начинаем любить их еще больше. Канал Reckless Play, наверное, тоже не идеален, но его уже полюбили тысячи поклонников оружейной истории, ведь сет если и делает обзоры на оружие, то делает их с душой и ему не плевать. Так что ссылка в описании. Дайсы обещали представить новую колду, а представили какой-то овервотч. Дайсы обещали представить новую батву, а представили какой-то овервотч. В общем, в это темное для атмосферных шутеров время нам только остается что уповать на уже проверенной временем игрухи. И это шестая подборка интересностей, багов и откровенных придирок к игре Call of Duty Boy Cops 2. В самом начале миссии «Страдай, как я» я заметил очень забавные приколы, связанные с машинами. Начинается миссия у дома нашего напарника на дороге, которая ограждена еще двумя с двух сторон. По этим двум боковым дорогам движется заскриптованный трафик, выстроенный так, что машины красиво ездят и друг друга не задевают. Но дело в том, что помимо этих трафиков присутствуют еще две заскриптованных машины. Одна проезжает мимо нас в самом начале, а вторая выезжает после того, как мы встречаем Мэйсона. И если как только мы получим возможность управлять Вудсом, тут же направиться к машине Мэйсона, а затем двинуть дальний конец улицы, то мы можем увидеть, как из воздуха сполнится заскриптованная машина номер 2, а также 50 на 50, что она врежется в заскриптованную машину номер 1, которая к этому моменту может не успеть уехать. При этом и та, и другая машины после этого столкновения спокойно продолжат свой путь. При этом с такой же долей вероятности машина номер 2 может не вписаться в другой трафик. На другой параллельной улице и врезаться в какое-нибудь авто уже там. Кстати, за рулем этой машины нет водителя. С помощью читов мы можем вернуться на эту локацию из боя. В таком случае здесь уже не будет нашего транспорта, а вот граффити останется висеть в воздухе. Дальше по уровню, когда мы выйдем на крышу, с нее можно будет увидеть спаун союзников из воздуха. На инфракрасных датчиках имеется значок компании Триярч. Потрясный баг в миссии «Время и судьба». В сцене, когда мы управляем Менендесом, есть момент с машиной с пулеметом, которая штурмует ворота. Так вот, если быть достаточно проворным, можно подбежать вплотную к этой тачке и успеть нажать F. Тогда Менендес на ходу запрыгнет за пулемет и при этом пройдет сквозь пулеметчика, который стоял и все еще будет стоять за оружием. Мы даже можем видеть его руки на пулемете. Кстати, странно, что руки главного героя при управлении стационарным пулеметом мы не видим. В миссии «Карма» в клубе Словар стоит поднять голову и мы увидим ввергающие в ужас спрайты танцующих. И даже одну барышню, которая выпрыгнула за перила и пляшет практически в воздухе. Спрайты эти, кстати, продолжают танцевать в этом моменте. Вот они, исчезают на наших глазах. А Хлоя на камерах изображена в одежде, в которой она будет в последующих миссиях. На данный же момент она одета в фиолетовую блузку и джинсовку. Но камеры с нами не согласны и показывают ее в другой одежи. В начале миссии «Одиссеи», если в этой сцене держать камеру по левому краю, то мы увидим, как сначала Менендес телепортируется из наручников к Салазару, а затем Салазар телепортируется прямо в руки к Менендесу. После первой зачищенной зоны имеется заскриптованная сцена, когда союзник открывает железную дверь и его тут же убивает кто-то со спины. Так вот в этой сцене можно быстро проскочить за спину союзнику, и увидеть, как убивающий его враг появляется из воздуха. Соответственно, можно тут же убить этого бойца, но американец все равно погибнет по скрипту. В случае, если Фарид жив и спасает Хлою, в этой сцене при игре за Менендеса она будет отображаться как друг, а еще ей будет пофиг на наши выстрелы. Аналогично при игре за Дэвида. Хлоя в этой комнате единственная, по кому можно стрелять безнаказанно. А тут я понатыкал в нее шоковых игол, и уже в следующей сцене те последовали за ней по воздуху. Офигенный нюанс в миссии Кордис Ди, замеченной подписчиком Михаилом Тардаскиным. Начинается миссия с того, что нам показывают какого-то высокопоставленного чиновника, который истерит, и поэтому мы его усыпляем. А затем наша машина попадает в аварию. И прикол в том, что если заглянуть в машину, мы увидим там этого чувака, которого оставили внутри, и вообще всем на него пофиг. Отмечается он как секретарь, причем я вообще больше не помню случаев, чтобы обозначение союзника высвечивалось с маленькой буквы, как здесь. По этому парню мы можем безнаказанно стрелять, но в любом случае в контексте уровня он скорее всего погибает. В этой же миссии после обрушения здания прилетают два союзных вертолета. В первом пилоты проходят своими ногами сквозь пуленепробиваемые стекла, а во втором и вовсе пилотов нет. Ну а все последующие приколюхи нашел подписчик с ником Коля Гуд, который просто завалил меня фактами по второму блобсу. Собственно, поэтому я и решил сделать данный ролик, поэтому можете сказать этому товарищу спасибо. Итак, в миссии «Время и судьба» в этой сцене можно заметить двух бойцов с одинаковыми именами. Они будут рандомными, но всегда одними и те же у двух бойцов. В сцене «Безумие» Минендес использует разные мачете при атаках бойцов, то с прямым лезвием, то с загнутым, как будто у него с собой целых два мачета. В миссии в Панаме в этом месте виден боец, стоящий к нам спиной, который исчезает после того, как мы забираемся наверх и начинается катсцена. Трупы солдат в этой сцене мгновенно исчезают, дабы не портить вид сцены. Также здесь мы можем попробовать поприседать, но вместо этого Вудс будет смещать оружие в своих руках. Непонятно, зачем Нарьега в этой сцене обращается к Хадсону, у него же нет с собой рации. Впрочем, в процессе прохождения этого всё равно не замечаешь. В самом начале миссии «Ахиллес» можно найти оптический камуфляж, который затем перейдёт и Мэйсону. Но что интересно, действует он на Фариде и Дэвиде по-разному. Кстати, если вот так подползти к ящику с камуфляжем, то мы увидим, как из воздуха появляется маленькая фиговина, которой мы и производим злом. В самом начале миссии «Одиссея» у главгерой имеется нож, которым можно безнаказанно резать охранников. Впрочем, те бессмертны. Дальше по сюжету миссии мы запираемся в комнате, из которой наблюдаем за захватом Брикса. Запираемся в ней мы втроём, после чего во время катсцены появляется ещё один боец, и мы можем заметить, что он появляется из воздуха. А уже после перестрелки, когда управление снова возвращается к Дэвиду, в этой комнате помимо нас уже не трое, а четверо бойцов. Интересно и то, что на камере мы видим несколько пушек, которые участники катсцены обронят после смерти. Однако американские бойцы на камере ещё живы, то есть перестрелки ещё не произошло, и получается, что пушки лежат на полу заранее. В миссии «Карма» прозрачные стенки по бокам от охранника с АСД выглядят по-разному. Для двух, казалось бы, одинаковых проходов. Так только один из них имеет эффект тепловизора. А у Дэвида с самого начала на руке устройство, выстреливающее гранатой. XM-31. То есть серьёзно, это видно, когда герой показывает удостоверение. И если принять этот ляп всерьёз, то получается, что охранники пропустили Мэйсона с оружием. Как только мы получаем управление Зиги, разворачиваемся и смотрим на Слазара. Как окажется, у него в данной сцене кривая анимация, и его моделька периодически дёргается. Здесь же можно увидеть, что никакого Мэйсона, управляющего Зиги, за столом нет. Наш Дэвид куда-то исчез. Хотя технически, ясно дело, он и не появлялся. Интересно и то, что на горизонтальной поверхности Зиги шевелит лапками при развороте. Но если забраться на боковые стенки и поворачиваться уже на них, наш паучок будет просто скользить. В миссии Падши Ангелу мы можем выдать себя часовым, а затем тут же начать стрелять по Минендесу и чуваку, с которым он разговаривает. В результате обнаружится, что они оба плевать хотели на наши выстрелы, и хитмаркеры на экран не выводятся. То есть выходит, что парни всего лишь декорации. И если мы установим рукоять на АКСУ, это никак не скажется на внешнем виде оружия. То есть рукоять не появится. А на этом ролик подошел к концу. И надеюсь, вам было интересно. Если да, то смотрите другие выпуски по данной игре. А у меня на этом все. С вами был Ванделей. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok